Позитивная идея организовать социальную зону торговли для пенсионеров превратилась в повод снова заявить о вселенской несправедливости. Продавцы овощей, веников и соленью утверждают, что теперь ничего не продадут. И вообще через два года центрального рынка все-таки не станет. Предпосылки якобы уже есть. На выездную пресс-конференцию прибыли несколько представителей городской администрации и самого же центрального рынка. И вместо скромной презентации еще более скромной социальной торговой зоны у входа образовались дебаты. Все подробности в сюжете. Сколько вы как, сколько собралось, как атомную электростанцию пускаете или что? Внимание продавцов и покупателей центрального рынка визит представителей городской администрации привлек с первых же минуты, когда прозвучала цель визита. Презентация социальной зоны торговли для тех, кто до последнего торговал с ящичка вдоль тротуара, проснулась в возмущении. Так сделайте столы, мы вам просто вас просим. Не надо нам здесь сюда не заходит дорога. А где надо? Здесь каша целая сама. Какая каша? Натолканные люди торгуют один возле одного. И никто, народ не заходит. А там что-то по-другому? А там идут, вот они. И все идут и берут. Ну, видите, мы не можем друг друга понять. На специально организованную территорию на 34 места за 25 рублей в сутки пенсионеры уверены, никто из покупателей не пойдет. Неприметная зона. Кроме того, весной отсюда всех сгонят цветочники. Якобы договоры уже подписаны. Здесь места вот эти все проданы по договору весной. Нам здесь не встать. Здесь все цветами торгуют. Мы опять не удел. Как только весна настанет? Да. Здесь все занято цветами. Все договоры у них заключены. Нам некуда. Нам только туда бы сделали. Впрочем, представители администрации напомнили о законе с тем намеком, что из-за социальной 34 торговых места правильнее было бы сказать спасибо. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами на улицах города запрещена. Именно за исключением тех мест, это ярмарок, розничных рынков, которые утверждены постановления администрации города. Но ответ от продавцов и покупателей себя ждать не заставил еще с 2015 года к любым визитам. Высокие гости здесь относятся с опаской. Разговоры о скорой продаже центрального рынка в какие-то частные руки возобновились, и его будущее снова стало сомнительным. Очень хочется нам работать. Больше никаких вопросов. Мы все вообще ничего не понимаем, что здесь будет. Но вам-то сроки какие-то объявляли, очевидно? Ну, 19-й год. Слышал, слышал, выставили на 500 миллионов. Игровые автоматы поставят. Все это. Здесь рынка не будет. Рынок будет заганено. О судьбе центрального рынка в городе Кирове начали говорить как минимум с 2015 года, когда он существовал еще в качестве муниципального предприятия. Тогда пришел к новых правил работы рынков в России. Территорию планировал создать некому участнику, который планировал создать здесь несколько капитальных строений. Но что-то пошло не так. В прокуратуре та сделка показалась не совсем законной. Ирина Кировчанов! Ирина Кировчанов! Это пикет, который работники рынка организовывали еще в марте 2015-го. После того самого момента, когда разговоры о реконструкциях и новых условиях сотрудничества продавцов и владельцев территории приобрели вполне конкретную форму. В 2016-м сопротивление продолжилось уже из-за полной неопределенности. Что делать дальше? На каком основании на территории центрального рынка будет строиться торгово-возвлекательный центр? А мы куда должны деться? Вы понимаете, куда мы должны деться? Тихоряна, мы-то... В Ганине. В Ганине. В Ганине туда никто не поедет. Вы элементарно представляете добраться из Ганина. Страсти утехли после заявления прокуратуры о том, что запланированные реконструкции и передачи частнику были незаконны. Но к 2017-му году центральный рынок был акционирован, а в июле начальник муниципальной собственности снова подняла тему продажи сначала за 500 миллионов рублей, а по последней информации уже за 220 в 2019-м году. Серьезные намерения по поводу центрального рынка на днях подтвердила и глава города Елена Ковалева. Мы управляем как собственники безобразно и процессом, и имуществом, и всем. Никакого порядка нет. Какой там эстетический вид, там ограждения, которые служат безопасности дорожного движения, все закиданы, извиняюсь, поношенными штанами и прочей мануфактурой. Тротуаров нет, пройти негде, потому что все лежит на тротуарах. И все проходят мимо, надзорные органы, мы как собственники, всех все устраивает. Впрочем, во время пятничного визита городских чиновников никакой конкретики. Все вопросы в администрацию города. Вопрос к администрации. Собственно, к администрации, она решает все вопросы. То есть, будет известно, она объявит все дело. Что будет дальше? Дальше мы работаем, места предоставляем, рынок работает в полном объеме. Нет. 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 Это надо у департамента муниципальной собственности поинтересоваться. Умедовы Наталья Анатольевна. Она более достоверная. Вот я не владею цифрами, поэтому ничего выдумывать не буду. Артем Паникаровский, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город».